МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старая разделочная кухонная доска сегодня превратится в модный кухонный аксессуар. Именно меловую доску для того, чтобы оставлять послание для своих домочастов. Товарищ Игорь, мастер на все руки, сегодня нам поможет и расскажет, как это сделать. Самый простой способ сделать из разделочной доски доску грифельную для записи мелом, это выкинуть, а лучше красиво сжечь, пойти в магазин и купить нормальную доску. Но если руки чешутся, если времени у вас вагон, хочется творить, то можете это сделать самостоятельно. Первым делом мы доску отшлифуем. В домашних условиях, наверное, не у каждого есть орбитальная эксцентриковая шлифмашинка. Можно взять брусок для шлифовки. Если у вас нет бруска с самоклеящейся шкурой, возьмите просто хоть какую-нибудь шкурку. В общем, если мы шлифуем руками, мы это делаем по волокну. Поскольку мы работаем в мастерской, у нас есть орбитальная шлифовалка, мы ею воспользуемся. Начинаем мы с сотого зерна и потом поднимаем его, посмотрим, докуда. Ты обрабатываешь кромки? Ага. Окей, я буду обрабатывать кромки. А ты будешь... Я буду замешивать. Что с чем? Я так понимаю, что это краска, которая оставилась у тебя от ремонта. Вот нормальный человек будет что-то в своем доме красить такой цвет. Мы добавляем в краску любого цвета, в моющуюся акриловую или там еще какую-нибудь краску, добавляем мы в данном случае гипсовую штукатурку. Можно затирку для кафеля, можно нивелин. Чем мельче будет наполнитель, чем более тонкую штукатурку вы возьмете, тем лучше. И затем перемешиваем. Я, кстати, по-моему, переборщил. Но мы можем водички добавить. Ну, в целом, да, акриловая краска хорошо разбавляется и водичкой. Слушай, я не могу разрешить вам выйти из моей мастерской с доской вот такого цвета. Давай я сюда добавлю колера немножко. Должно получиться хорошо. Он растворяется в воде. Процитирует Джонатана Дэвиса. Are you ready? Are you ready? Возможно, вы недооцениваете возможности фена. Даже обыкновенного бытового. У него тысячи применений, начиная от быстро ускоренной сушки носков по экспресс-методу Илона Давыдовой и заканчивая сушкой чего-нибудь еще. Еще можно им наклейки отклеивать, чтобы этикетку с ценником с подарка убрать. Слишком шероховатая, поэтому, мне кажется, она будет сильно обдираться. Каждый раз, когда мы будем влажной тряпочкой стирать мел, и стираться будет плохо. Поэтому я предлагаю добавить лак. Матовый. Матовый прозрачный. Давай лак. Окей. Для того, чтобы получить максимально хороший результат, наполнитель, который вы будете засыпать в краску, надо желательно просеять, как просеивали наши бабушки муку. Или можно взять что-нибудь очень мелкое, вплоть до детской присыпки и сталька. Тогда у вас получится равномерно шероховатая поверхность, а не такая колючая наждачка, как получилось у нас. Вот такое практически шедевральное, я бы даже не постеснялся сказать, произведение искусства у нас, да и у вас, может получиться при наличии фантазии и определенного рода сноровки. Смотрите «Утро на Енисеи» и не забывайте работать руками. Смотрите «Утро на Енисеи».